Кто такая Фатьма Амарова? Я знаю, я слежу за твоей Петрушкой. Легко ли тебе конкурировать с Inditex? В частности, Зара, Берш? Довольно легко можно дать жизнь на долгие годы одной вещи, одной единице. Утром проснулся, глаза открыл, уже пора их закрывать. Закрыл, и ты уже старый. Да, не говори, пожалуйста. Знала, что у них встретит в таком же платье на каком-либо ивенте новую подружку бывшую. Отлично. У нас 8 почти миллиардов уже. Если даже ты сделаешь 5000 единиц, это эксклюзивность. Девочки хвастаются машинами, я хвастаюсь швейной машинкой. Нет, да верлок, они нашли. Да, да, да. У тебя знания, по-моему, в других машинах лучше. Молчу. Работала она в Роза Клара. Это испанский бренд, очень известный именно свадебных платьев. Не забывайте давить женщинам подарки. Этим нужно просто обладать. Как говорила Дината Литвинова. Дагестанские традиции и энергия Барселоны соединились в уникальном творчестве талантливого дизайнера одежды Фатьмы Амаровой. Родившаяся и выросшая в Дагестане, она впитала в себя богатое культурное наследие своего родного края. Переезд в Барселону открыл новые горизонты и вдохновение для ее творчества. И в этом интервью мы исследуем путь Фатьмы от гор Кавказа до оживленных улиц Барселоны. Узнаем, как культурные влияния обоих регионов сформировали ее неповторимый стиль и дизайнерскую философию. Привет, Фатьма. Привет, Анит. Как дела, как настроение? Хорошо, у тебя как? Все супер. Ну что, погнали, посмотрим твое ателье. С удовольствием. Фатьма, я знаю, что в России ты была бортпроводником. Скажи, пожалуйста, откуда такая смена деятельности? Как ты пришла к тому, что стала дизайнером? Дизайном, в принципе, я не занималась раньше. Мне с детства очень-очень нравилось. Я шила себе юбочку. Помню, это было очень-очень давно. Каждое лето с бабушкой мы шили одежду для моей куклы. Большая самая была во дворе кукла. И постоянно мы ее одевали. У бабули была подружка, швея. Соответственно, мы к ней ходили в гости, забирали лоскутки. И такие платья просто были. У моей куклы самая-самая модная. Соответственно, дизайн, может быть, как-то и присутствовал в моей жизни с самого детства. Но как таковым, как профессией я не занималась. Работала бортпроводником, не доработала трех лет и переехала сюда, в Барселону. Соответственно, здесь моя деятельность и началась. А как давно ты переехала в Барселону? Пошел пятый год. А уже пятый год ты здесь. Как это звучит? Пятый год. И мы не были знакомы до совсем недавнего времени. Давай тогда, знаешь, мы о чем поговорим? Вообще о твоем становлении здесь в качестве дизайнера в Испании. Легко ли это было открыть свое дело, зарегистрироваться? Кто тебе помогал вообще? Кто тебя поддерживает на всем протяжении этого? Да, здесь разговор, мне кажется, нужно начинать именно с того, кто мне помогал и кто поддерживал. Это мой супруг Марсель. Соответственно, переехала я в Барселону из-за него. Толчком именно в обучении дизайну, всей этой деятельности, скорее всего, все-таки было от него больше. Да, мне это всегда нравилось, да, я всегда всю мою жизнь сшила, пыталась шить сама, то есть без профобразования, соответственно, я все равно сшила для себя. Я носила всегда сшитую одежду, ходила к соседке швея, бегала постоянно с тканями, там с антресолей, там бабушке найду какую-то старинную ткань, пожалуйста, за ночь, мне завтра ивент. В общем, всю жизнь меня это преследовало, а здесь вот именно, чтобы начать на профессиональном уровне, скорее всего, вот был толчок от Марселя. Да, давай, почему бы нет, иди учись. А тема масс-маркета, ты одеваешься вообще в масс-маркете или даже здесь ты продолжаешь сшить для себя? Я скажу, что... Не скажу, что нет вообще ничего из масс-маркета. Я, конечно, иногда беру, что-то базовое беру, но я никогда не любила масс-маркет, потому что это все и везде, одинаково. То есть я предпочитала пойти, выпросить у соседки, конечно, вот прям срочно мне нужно, там, шею мне, пожалуйста, вот это и вот это. Я объясняла ей, как мне нужно, она мне постоянно говорила, как сейчас помню, твоя мама меня в один день убьет. То есть у меня там какие-то идеи были, и, соответственно, масс-маркет, не балуюсь. А что вообще вдохновило тебя на создание собственной линии одежды, собственной марки одежды? Помнишь ли ты тот день, тот момент, когда к тебе пришло это озарение, и ты такая, так, все. Так, отвечу... Отвечу так, это не однодневное решение было, как я уже говорила, да, раньше, одежда, вот создание одежды у меня преследовало всю жизнь, с малого возраста, но создание вот именно как бренда одежды началось с моего обучения, то есть уже знания, которые я получила здесь, мне нужно было приложить, и, соответственно, дать людям этот продукт. Не то, чтобы дать, да, сейчас есть разнообразие всего, есть бренды, есть тот же самый масс-маркет, есть уровни выше, ниже, есть все. Но мне хотелось бы поделиться именно моим видением, то есть это то, что я создаю, то, что мне нравится делать, это не так, чтобы, да, бизнес, нет, абсолютно нет, это не начиналась идея бизнеса, это начиналась идея, хочу создать что-то, чем я смогу поделиться с людьми. И чтобы приносила прибыль, так или иначе. Радость и прибыль. Радость и прибыль, потому что без прибыли... Здесь мой муж уже меня так перебрает. Да, без прибыли. Да, прибыль. А скажи, пожалуйста, с какими трудностями ты столкнулась или продолжаешь сталкиваться по сей день при ведении твоего не бизнеса, но при ведении твоего радостного дела? Какие трудности тебя постигают? Трудности, они были, есть и будут, потому что этот мир, мир моды, он очень сложный, в какой-то степени жестокий. Здесь слабинку давать никак нельзя, иначе просто изживут, можно сказать. Трудность пробиваться, трудность показать себя в этом мире моды, чтобы найти своего клиента. То есть я знаю, что мои клиенты, они здесь есть, но как? Мне ведь нужно каким-то образом дать о себе знать, чтобы познакомиться. донести до них, познакомиться с ними, соответственно, чтобы мы уже шли вместе с этими клиентами по их и моей жизни. Совсем недавно я видела в твоем инстаграм публикацию из какой-то газеты, да, я так понимаю, это была Ибица? Да, была Ибица. Расскажи, пожалуйста, что это была за публикация, что это было за мероприятие? Начиналась Ибица у меня в первый год моего обучения, когда преподавательница по дизайну мне подходит, говорит, слушай, нам так, тут пришло предложение участвовать в конкурсе. То есть он по Испании, в общем, нужно предоставить скетчи, и, соответственно, там уже, если проходишь и так, то будет и дефиле. Дефиле будет, да. Дефиле, да. Соответственно, я спрашиваю, а будет кто-то еще спрашивает? Терять-то я ничего не теряю, мне интересно, то есть, а кто-то еще будет участвовать? Такая, нет, я даже и не думала, в принципе, ты сама сможешь. Я немного насторожила это в одно, в то же время, и мне стало очень интересно. Соответственно, я подготовила скетчи, мы их отправили, я уже ничего не ждала, забыть забыла. Недели две, наверное, прошли, соответственно, приходит там, да, по обещанию, что так и так вы прошли финал конкурса. Угу, финал конкурса. Там, по-моему, у меня было три недели для того, чтобы создать все эскизы в реальность. Воплотить? Воплотить в реальность, да, все эскизы. Соответственно, эти три недели я просто не вставала, наверное, из-за машинки. Было очень, очень мне интересно это делать. Мое первое дефиле, вот, причем это на Ибице, Ибице это такой международный город, и для меня, для девочки из Дагестана, которая баловалась и шила какие-то платьюшки для куклы, для меня было что-то непостижимое умом, но после окончания конкурса, когда мне уже сказали, ты выиграла, там, да, произнесли мое имя, и все, спустила себя со сцен, тогда я поняла, и позвонила в первую очередь маме, говорю, мам, я победила в конкурсе, то есть, вот так вот. Какой был приз? Был приз, денежный приз, 2500 евро, если не ошибаюсь, да. Ну, потратила я больше. Да? Конечно, конечно. Это ткани, это время, это силы, в общем, да. Расходы, конечно, свои есть, но тем не менее. Что за коллекция была? Стиль Ибица. Коллекция из шести образов. Я до того, как начинать, вот, делать те же самые скетчи, понятия не имела, что существует у Ибицы свой стиль. Мне говорят, там, да, мой преподаватель, ну, вот в стиле Ибицы нужно тебе создать, там, шесть таких-то луков, образов, да. Начала изучать, смотреть, гуглить. В книгах некоторых тоже нашла много информации. Это все такое белое, легкое, прозрачное, воздушное, кружевное, расслабленное. То есть это хиппи, которые первые-первые появились, они появились на Ибице. Это вот стиль исходит оттуда. А чем ты вообще вдохновляешься ежедневно при создании своих коллекций? То есть ты смотришь, как ветер качает деревья, я не знаю, как гладит волну. Траматично звучит. Но я не скажу, что я, там, вдохновилась, там, да, дуновением ветра. Зависит от настроения, зависит от сезона, от того, для чего я это делаю, да. И я скажу, что помимо вдохновения, я подкрепляю все информацией, то есть, да, база. То есть вот это так, так, так. Изучаю, соответственно, то, что я хотела бы сделать. Там, да, грубо говоря, создавала платье для мисс Испании. Мне говорят, там, типичный костюм должен быть, да, мисс Испания. Большие поиски, соответственно, плюс вдохновение, плюс то, как будет именно смотреться на этой героине, да, ее образ. Замеры вы не делаете изначально, да? Или тоже вам присылают замеры? Нет, если это индивидуальный заказ, обязательно замеры. Это платье было создано именно по ее фигуре, по ее замерам. И с примерками. Две примерки были у нас. Больше не получалось, потому что достаточно такая активная профессия мисс Испании. Времени у них очень мало, соответственно, вот. Вау! Это что за лошадь? Это воспоминания выбиться как раз первый год моего конкурса. Мы, я помню, вышли погулять и, соответственно, увидели в магазине, в витрине вот этого коня и зашли такие, вау, какой он классный. И, соответственно, Марсель там, надо его брать. Он такой очень любит. И заказали, ждали где-то полтора года. О, да? А сейчас еще там можно заказать такого коня? Можно заказать. Можно адрес у него взять? Да. Сюда надо записать адресочек. Под заказ делаю, да. Где-то в Европе. Пойдем наверх уже, тогда в это не поднимемся. Вот наше рабочее пространство. Ателье у меня делится на несколько зон. Здесь зона хранения всех тканей. Они у меня здесь, как видишь, все по полочкам. Мы перфекционисты, я и мой супруг. Я даже уже себе сразу присмотрела одну ткань. Да, да, я как раз вчера думала, а может быть, блузы в моем стиле. Все такие, да, да, да. То есть мне сейчас нужно скетч, я обещала. Очень красиво. Сейчас заскетчить, и, соответственно, будут блузы. Думаю, можно сделать дропчик небольшой. Вот. Этот зал можно назвать залом раскроя, потому что вот здесь никто никому не мешает. Ткани здесь забрал на стол, раскрыть, отдыхать. Ткани отдыхают у нас прежде, чем кроить, да. Если не знали об этом. Я первый раз слышу. Ткань должна отдыхать, они проходят обработки. Если это там распарить, соответственно, она должна еще просохнуть, отдохнуть, прийти в себя. То есть она же так вот порочки раскрылись, порочки закрылись. Вот. Все как у людей. Ага. Как, откуда? Это все испанское производство, или ты еще откуда-то? В основном это Италия. Италия. Да. Мы ездим туда, выбираем там, закупаемся, нам привозят, соответственно, вот одним, как заказом крупным. Все, что вот на стенах у нас висит, это итальянские ткани. Почему Италия? Высокого качества? Качества. Можно было бы сказать, я начинала искать в Турции, в Дубае, говорят, ой, там есть шелк, ой, там. Я не нашла, я не знаю, то есть я как бы вроде искала, и людей нашла, но это не то, это не то, что я искала. И вот нашла именно в Италии, там при фабриках есть магазин, или как, большие склады, соответственно, ты едешь, тебе показывают образцы, можно потрогать, можно подумать, и заказываешь. Все тебе привозят сюда. Здесь у нас уголок готовой продукции? Да, здесь готовая продукция. Готовая продукция, здесь у меня висит зима, лето не выставлено, а это будет в скором будущем. Она отшивается уже частично, мы их потом... Это как шоурум сейчас здесь, или продукция, которая уже готова к отправке, есть клиенты, или что это здесь? Ну, смотри, мы работаем и на отправку, и как шоурум, и как ателье индивидуального пошива, соответственно, у меня есть клиент, он может прийти, он может посмотреть, потому что онлайн не все любят, да, вот выбирать, смотреть онлайн, заказывать. И как мы знаем, там цены не такие маленькие, чтобы можно было сказать, ой, я закажу, не подойдет, ничего страшного, здесь все-таки нужно взвесить, да, нужно оно мне, подойдет оно мне. Я предлагаю вариант, вот приехать, примерить, посмотреть. Подходит, заказывает, либо здесь же можно забрать, уехать, соответственно, думаю, очень удобно так. На данный момент магазина нет, продукция некоторая у нас представлена на Ибице в магазине, потому что, не знаю, вот началась у меня с этого конкурса Ибица, и я вот хочу быть там. Какая-то часть меня, мне кажется, все-таки осталась там. И мне приятно работать именно с ними для этого острова. Здесь представлена коллекция осень-зима 23-го года, она все еще на сайте, можно ее заказать. Одежда, я не скажу, что супертрендовая, что будет действовать только там на определенный период, как сейчас принято. Нет, можно купить сейчас и носить 5 лет, как минимум. Я за то, чтобы одежда служила на много лет и, не знаю, во благо природы и во благо людям. Здесь у меня висят костюмы. Это дикий шелк, это моя просто любовная любовь, можно сказать, да, я шелк обожаю. Сейчас, любители ЗОЖ, меня простите, но это, наверное, все-таки лучшее, что может быть с тканей. Дикий шелк, посмотрите, какие, да, вкрапления, как оно. Нет комментариев просто. Этим нужно просто обладать, как говорила Рината Литвинова. И говорит, возможно. А здесь, посмотрите на эти ткани. Какая прелесть. Это кошмир шелка, нежнейшая ткань. Сборка очень сложная. Казалось бы, такой вот А-образный крой, ничего сложного, да, каких-то элементов суперсложных здесь нет. Сборка безумно сложная. Ткань очень деликатная. Она бегает, она юркая и, соответственно, сложно собирать. Это платье, где-то, наверное, три дня собирали. То есть, ну, представляешь, да, там три дня собрать одно платье. Это дикость какая-то. Оно, наверное, не разошлось, Да, 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 все проклеивается, там швы закрытые, там, в общем, обработки очень много, прежде чем просто взять ее и собрать. Ведь смотрится, оно очень нежно и приятно. К нему у меня там еще лежит корсетик, такой асимметричный, черный, безумно красиво. Мы его собирали, стилизовали для сайта. В общем, можно посмотреть, там есть образ полный. Что еще вам рассказать? Это у тебя висит моно, да? Нет, это висит блуза. Я рукава собрала, потому что они очень длинные. Здесь, смотрите, просто. Как сказать, что я и это не люблю? Я не знаю, как. То есть, я и это очень люблю. Очень просто. Посмотрите, это жаккард. И жаккард шерстяной, тончайший. Потрогай. Посмотри. что моя рука появится. Это можно трогать. Обалдеть. Вот, но это безумно красиво, как, да, ткань, плюс дизайн, плюс сборка. А сборка у нас, смотрите, какая все чисто, аккуратно. То есть, все закрытыми швами, этикеточка вручную, все прекрасно. Я очень люблю объемы, люблю там, родники немного, странные. Вот это вот мое. Мне очень понравился, да, вот этот вот костюм. Расскажи, пожалуйста, нам про него. Что это за костюмчик? костюм тройка для любителей юбок, немного коротеньких. Давай я сниму жакет, чтобы было понятнее, виднее. Держишь ты? Ага, жакет, можно сказать, в стиле Шанель, да, все мы знаем, круглый воротник, да, вырез укороченный, все это обработано вручную, это, когда ты садишься, выдергивай эти ниточки, вот так вот полностью вся, у меня все колит, шерсть, у меня все колит, мне надо в душ. Да, это все сидели вот так вот вручную, дергали ниточки, чтобы сделать по хрому. Топ и юбка, можно снять топ, чтобы видела, какая вот юбочка, да, немного объемная внизу, она смотрится очень сладко, мне кажется, я бы такое слово подобрала, смотрит сладко. Цвет такой необычный. Вот, вешаю, сбираю, да. А другой получается без бантика, да, без такого? А это, съемный. То есть, есть любители, кому нужно вот покрупнее, есть любители более скромного, сдержанного, можно поменьше, это все как броши дополнительные, то есть на выбор, если выкупается костюм, на выбор предлагаю брошь. И есть вариант снять или надеть. А размеры где указаны? На сайте есть размеры, конечно, да. Размерный ряд зависит от модели, есть, в основном это от XS до L. Если есть какие-то предпочтения, мне клиент там пишет через сайт, оставляет письмо, я хочу под свои размеры, есть такая возможность, конечно же, можем подогнать, сделать по размерам, сшить ту же самую модель по размерам. Это очень важно. Конечно. Это еще в сером цвете, я так понимаю, уже без цветочка, без броши. Нет, есть броши, да. Сейчас я принесу брошь, просто она не висит там. Вот такого плана брошь тоже, с лепесточками. Здесь у нас шерсть, смотрите на эту шерсть, тоже шерсть. Здесь хлопок с шелком, это шерстяная ткань, это шерстяная ткань. Здесь у меня хлопковый велюр, то есть, да, стопроцентный хлопок. Я не люблю полиэстры и синтетику, пользуюсь только натуральными тканями. Вчера буквально все хлопковые ткани, там, да, в магазине, они стоят вертикально, в таких ящиках. Я просмотрела, магазин такой небольшой, и, соответственно, там ни света такого хорошего нет. Я беру ткань, мне говорят, да, это хлопок. Откладываю, мне ее сворачиваю, смотрю, нитка, вот, не знаю, вот так вот висит нитка. Я говорю, стоп, стоп, это как бы не совсем хлопок, блеск не хлопка и на такт это не хлопок. Он подзывает коллегу, старшего своего, он говорит, так и так, я сейчас проверю. Это не хлопок, это был стопроцентный полиэстер. То есть по нитке было сразу видно, что нет. Я различаю, то есть мне в этом повезло. Есть люди, наверное, кто различают, кто нет. Я на такт ощущаю, то есть я могу сказать, это шерсть или нет. И что я очень люблю шерсть, это когда она колючая. Люди не любят, ой, колется жакет. Нет, я люблю, когда колется жакет. Обожаю, да, да. Это мне дает, как будто бы, ощущение вот этой вот роскоши, натуральности, шерсти, потому что синтетические ткани, они специально сделаны так, чтобы на такт они были более приятные. Если пройдем дальше, соответственно, я буду перечислять шерсть, 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 шелк, там, да, и дальше. В основном всякие шелка, там, кашемиры, они уже у меня уходят в ту сторону. У меня так здесь больше плюс-минус расположено по категории, да, там шерстяные ткани зима, и дальше перемещаемся, там будет ближе к весне, лету, и по цветам плюс-минус. Я эту ткань очень люблю, это у нас будут осенью коротенькие курточки, очень красивые, у меня одна есть, я уже давно ее ношу, но к продаже они будут доступны только осенью. этой осенью на этот год. Это кто идет, моя кошка? Господи, какой огромный. Ой, моя козочка. Обалдеть. Это кот, на самом деле. Почему-то я люблю называть его кошечкой. Это не собака. Иди сюда. Кот, выходи сюда. Иди, Булочка, иди ко мне. Думаю, красавчик, мой любименький кот. Смотрите, он очень доволен. Кот, посмотри, у нас гости. Кошечка моя. У меня, у меня. Дорога моя. У меня же связу пробило, он такой огромный. Ним можно только издалека, то есть этот товарищ, он у нас асоциальный. Иди сюда. Вот он ушками дергает. Иди сюда, кисенька. Его зовут Сыркан. Как? Сыркан. Расскажи, пожалуйста, что за место такое прекрасное, где мы сейчас находимся? В Сан-Бой де Йо Бригад мы находимся. Отелье мы расположили в здании фирмы моего супруга. То есть они располагали местом, и, соответственно, не было смысла искать где-то в другом месте. Были свободные площади? Да, да, да. Здесь, не знаю, 400 метров квадратных под отелье. Это прекрасно просто. У меня вот, я как объяснила, залы, да, два-три зала. Один там складской, один кройка. И вот здесь, соответственно, часть отелье, шитье, сборка. Можно так сказать. А внизу располагается непосредственно фирма супруга, которая занимается чем? Турбинами. То есть вот такое, да, совмещение немного турбины и одежды. Это интересно. Но зато мы всегда вместе. Но ты не устаешь вместе работать с супругом, то есть вести семейную жизнь дома, ехать вместе на работу? Нет. Ездим мы не всегда вместе. Я хотя предпочитаю ездить вместе, я не такой уж, прям сказать, любитель, да, вождения. Но по утрам я могу приехать попозже. Он, у меня ранняя пташка, можно сказать, да. Очень рано приезжает сюда, то есть все откроет, все подготовит. Даже бывает, что зимой заходит сюда, включает отопление, чтобы я когда пришла, здесь было тепло. Вот так вот. Настолько внимательно, да, как я могу стать от этого человека. Вот как. Теперь давай поговорим непосредственно о производстве. Я вижу у тебя здесь несколько швейных машинок. Я правильно? Да, правильно, правильно. Правильно говорю. Кто здесь работает, нанимаешь ли ты персонал, или это какие-то, может быть, твои родственники, кто тебе помогает? Так, родственников нет. Муж у меня не шьет. Свекровь, да, говорит, ой, давай я приду и сошьем мне вместе там блузы. Я говорю, конечно, с удовольствием, да, там и вместе время проведем, и блузы сошьем. Работают здесь швеи. Я не скажу, что это производственный цех, на цех это не похоже, это больше ателье. Здесь мы отшиваем образцы, здесь делаем все эксперименты. Я могу там 5 метров ткани расстелить, там помою полы, а могу расстелить именно на полу, потому что бывают моменты, вот, да, шире платье, это мисс Испания, там 50 метров этого тюля только. Соответственно, где я это буду делать, это все вот происходит на полу, манекен, и работаешь там. Обычно девочки хвастаются машинами, я хвастаюсь швейными машинками. Они у меня супер классные, последняя модель джек. У тебя свои машинки, у меня свои машинки. У тебя свои машинки, вот-вот, просто очень даже хорошо мы совпали. У кого-то стиральные машинки. У кого-то стиральные, то есть, да, здесь. Здравствуйте, мы рады представить вам швейную машину джек. Приятной работы. И португалка. Давайте вот так вот. Кот, но под ногами. Это ателье, здесь производство именно образцов, экспериментов и индивидуальный пошив. А если это уже выходим за рамки, там, производства, производства, это должны быть сторонние цеха. То есть, на выходе, например, у тебя есть какой-то учет, сколько единиц в месяц пошито, то есть, какова производительность, да, так скажем, твоего ателье, сколько продукции здесь выходит? Количество единиц у нас небольшие. Это лежит в основе именно бренда. Эксклюзивности. Изначально, да. Хотя со мной супруг не совсем согласен, он говорит, у нас 8 почти миллиардов уже, если даже ты сделаешь 5000 единиц, это эксклюзивность. Говорит, нет, моя эксклюзивность, это я не знаю, там 15, 20, я хочу, чтобы они просто были единичными. Каждая женщина, которая наденет там костюм, я не знаю, пусу, чтобы чувствовала себя аутентичной. Поэтому я не люблю масс-маркет, возвращаясь к вопросу, И самое главное, знала, что не встретит в таком же платье на каком-либо ивенте вот, соответственно, новую подружку бывшего. Отлично. На то она и рассчитана. Да. Скажи, пожалуйста, весь персонал, который работает с тобой, кто эти люди? Как ты их набирала? Находила ли ты их в вакансии на сайте, в вакансии в Испании? Этих людей, да, сейчас я знаю хорошо, мы очень так близко работаем. Не находила по вакансии, находила через знакомство, то есть я именно искала тот вариант. Вот посоветуй, порекомендуй мне там швию. К примеру, закройщица, лекальщица, это я сейчас перевела из испанского. Это конструктор на русском, правильнее, да? Это моя бывшая преподавательница с огромнейшим опытом работы. Работала она в Роза Клара, да, это испанский бренд, очень известный именно свадебных платьев. Она проработала там, во главе цеха стояла. что ее сподвигло уйти с Розы Клара? И она с Розы Клара ушла в преподавание, говорит, я уже устала. Это очень большая работа и большой стресс работать, руководить командами, да, а там на производствах это действительно стресс. То есть я не работала, но я знаю, о чем идет речь, да. И она ушла в преподавание. После преподавания мы познакомились, я училась там, и получилось так, то есть, да, вселенная как-то сложила наши судьбы, что мы именно работаем здесь. Преподавание кройки и шитье? Да, да. Она у меня вела курс Альта Костура, высокая мода. Все девушки, которые здесь работают, ну я так понимаю, что это девушки? Команда у нас небольшая, да, девушки, команда небольшая. Это испаноязычные или русскоязычные? Вот, закройщик, и конструктор. Она у меня испаноязычная, каталанка, и швеи у меня одна русская, вторая украинка. У тебя такая интернациональная команда? Да. Да, и я дагестанка. Микс, да. Проходи, пожалуйста. Следующая зона у нас зона больше ателье, я бы сказала. Здесь у нас стоят машинки, рабочий стол, где можно изделия собирать, все можно разложить, да. Так как тот стол у нас был больше закроечный, здесь больше уже сборочный. Такие слова странные, но в принципе оно так и есть, да. Здесь происходит процесс сборки изделия. Ателье, наверное, в плане, если там индивидуальный пошив, я бы назвала эту часть ателье. В плане производства я бы эту часть назвала бы экспериментальной, может, как-то так, да. Здесь мы делаем образцы, собираем, к примеру, да, вот я покажу тебе здесь висит, в таком простом хлопке мы собираем изделие, чтобы увидеть, ну, а наизнанку у меня здесь висит, чтобы посмотреть, как легло. Смотрим объемы, нравится ли там, да, ширина, к примеру, лацкана ли. На самом изделии мы видим, здесь нужно изменить, вот смотри, у меня заметки, там добавить 2 сантиметра здесь, изменить форму, мне не очень нравится, грубо говоря, да. Здесь там пришить этот карман должен быть на такой ленточке, чтобы он не болтался туда-сюда, он будет закреплен. На испанском, байлорина называется, мне очень нравится это слово, как танцовщица, да. Это небольшая там ленточка, ниточка, которая бывает между слоями юбки, да, низ юбки, чтобы они слишком сильно не расходились. Но в одно и то же время каждый слой идет по отдельности. Вот здесь у меня висят там модели, которые мы собираем в процессе, что-то нужно доделать, переделать, дошить. Здесь я так понимаю, какое количество человек может находиться одновременно раз, два, три, четыре, пять человек, да? Нет, машинки разные, смотри, вот эти три, они называются плана или ректа на испанском, обычные машинки, прямострочные, по-моему, если я не ошибаюсь, вот русское слово, это именно прямострочная машинка. Дальше у нас вот стоит большая, этот гигант. Нет, да, верлок, они нашли, надо, да, у тебя знания, по-моему, в других машинах лучше. Все, молчи. Это петельная машинка, представляешь, там можно загружать даже дизайн петли, то есть вот со своим экранчиком, его включаешь, там можно с флешки там сделать дизайн петли, представляешь, дизайн петли, хотя там уже там где-то загружены тысячами, да, то есть сидишь и выбираешь, ты еще дополнительно можешь загрузить свой, чтобы сделать петлю. Это вот на сколько, да, продвинуто все здесь. Сколько такая машина может стоить? Это стоило в пределах шести тысяч евро. То есть это не самое дешевое удовольствие, я просто не скажу, дорогое, это не дешевое удовольствие. Эти машинки, вы сами видели, да, они приветствуют, они каждый шаг с тобой общаются, да, каждое действие они повторяют, дублируют, говорят, там, ты повысила скорость, там, ты поменяла стежок, то есть вот в таком плане. И дальше вот крайняя машинка это стоит, вот ты угадала, это оверлок, но угадала слово оверлок, но не саму машинку. Это оверлок, да. Это единственное, что я знаю из мира шитья, поэтому не надо было куда-то это вылить. Пользуемся мы им не так часто, как, пример, вот ты говоришь, да, масс-маркет, Zara, там, красивые модели, ты открываешь эту красивую модель, там, в основном, все оверложенное. Я предпочитаю использовать закрытые швы, здесь не знаю, вот какие-то варианты, пробы, да, мы на каждой ткани пробуем, чтобы посмотреть, ляжет ткань, не ляжет ткань, вот, с этой толщиной можно или нельзя. Вот здесь мы делали брюки, да, чтобы внутренняя сторона, когда ты открыла, вот этот шов, вот он будет вот так заутюжен, у тебя будет вот это, либо, вот ты идешь в Zara, у тебя будет вот это, что тебе больше нравится. Вот то. Это больше, больше эстетики здесь, в этом, но здесь работы больше, здесь оверлок, загладить и прямострочную машинку еще добавить. Здесь несколько шагов еще дополнительных, чтобы добиться вот этого результата. Соответственно, если мы здесь вот поищем, вот, да, сборка чистая, вот этот кусочек, смотрим, это нужно сделать несколько операций, чтобы добиться вот этого одного шва, грубо говоря. На оверлоке ты с оверложил, соединил две операции, здесь сшил, срезал лишнее, загладил, завернул, прошил еще раз, то есть 3-4 операции уже появляются. Поэтому вопрос дорогой весны. Отпадает. Да. Наверное, можно так сказать. здесь я в брюках хотела, вот карманчики мы здесь пробуем. Да, это все пробуется именно на самой ткани, как ткань будет себя вести. Все ткани ведут себя абсолютно по-разному. Сейчас уберу. Здесь мы пробовали. Безумно мягкая. Это кашемир с шелком. Дорогая ткань. Тоже из Италии привозила. Здесь, по-моему, только шерсть. Вот это шерстяная. Но смотри, просто если мы ее пришиваем, вот что происходит. Вот так вот. То есть невозможно сшить из нее что-то, вот просто так взять и шить. Соответственно, мы вот на том платье, которое показывала, коричневое, столько операций, просто мы, не знаю, неделями, даже не одну неделю, неделями думали, голову ломали, как можно шить так, чтобы это не открывалось. Там и прозрачные нитки были, там и дублерины были, там в итоге, да, вот эта вот лента дублерин, чтобы она не выходила за шов. То есть когда ты открываешь, чтобы внутри не было видно вот проклейки. То есть сидишь и голову спишь и думаешь. Вот бывают моменты, когда ты не можешь даже толком просто отключиться и уснуть. Потому что думаешь, 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 как это можно все сделать. Либо появляется идея, это моя самая любимая. Появилась идея и быстро воплотить ее. Как это будет выглядеть. Интересно, как оно в реальности будет выглядеть. Вот у меня есть что-то в голове, да, и что у меня из этого получится. Это, мне кажется, самое любимое в этом процессе у меня. Вот реально самое любимое. Идея, результат. И вот этого результата мы здесь достигаем. Такой вопрос, который меня мучает уже достаточно давно, и я очень хотела его задать какому-либо дизайнеру, желательно молодому, амбициозному. Легко ли тебе конкурировать с Inditex? В частности, Zara, Bershka. Просто я так иногда думаю, что при наличии в Испании таких сильных, крупных гигантов, легко ли маленькому дизайнеру вообще присутствовать на этом рынке? Нелегко. Мне кажется, все можно вместить вот это слово одно нелегко, потому что сейчас, как ты знаешь, мода скороспешна, если это слово подходит, она очень-очень скороспешна, прям вот скоро и спешит. Меняется все сезон за сезоном, купил дешево, надел, выбросил и следующий сезон другое. Я просто предпочитаю другой вариант моды. Я предпочитаю моду длительную, которая живет годами, которая актуальна будет годами. Я понимаю, что один жакет там на пять лет, он может, знаешь, ты можешь устать от него, но для этого могут быть разные комбинации, стилизация. Мне кажется, довольно легко можно дать жизнь на долгие годы одной вещи, одной единице. И скажу, что мне кажется, все дизайнеры маленьких брендов согласятся со мной, что это совсем нелегко конкурировать. Ну, эту скороспешность мы сейчас видим абсолютно во всем, начиная с ТикТок, что детям уже довольно таки сложно сесть и посмотреть какой-то часовой фильм, потому что все привыкли к 15-секундным роликам. То же самое говоря, о качестве телефонов, о качестве обуви. Все. Все вот настолько быстро происходит, да. Даже утром проснулся, глаза открыл, уже пора их закрывать. Закрыл, и ты уже старый. Да. Ой, не говори, пожалуйста. Я так боюсь не успеть много всего. Вот. Да, планов много и не успеваешь. Дни как будто бы укорачиваются. Ну, соответственно, все остальное идет в ритм этому времени. Говоря о рентабельности бизнеса, насколько это может быть интересно или это дело, которым ты занимаешься для души? Каверзный вопрос именно для меня, потому что, как мы уже там, да, общались ранее, и я тебе упомянула, что для меня эта часть больше для души, и остальными уже вопросами занимается супруг. То есть, мы в этом деле вместе. Он не только турбинами занимается сейчас, но и поддерживает меня, да. Я здесь, можно сказать, новенькая, соответственно, я много чего не знаю, а у него большой опыт уже в ведении бизнеса, и, конечно же, надо ему эту часть вести, и ему это нравится. Это все его. Получается, всю финансовую тему, расходы, доходы и так далее ведет он? Точно так же, как хистерия? Да, 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 да. Я, конечно, делаю все расчеты, потому что это было бы неправильно, да, наставлять на него, не понимая, там, сколько ткани я там, да, использовала для определенного изделия, там, в общем, из чего все оно состоит, все же нужно рассчитать. Делаю это я. Остальное все, можно сказать, глобально берет он на себя всю эту работу. То есть мы как-то вместе все распределили. Говоря о, так скажем, клиентской базе, да, кто твой клиент? Кто эта женщина? Прозвучит странно, потому что я знаю, это самый первый вопрос, когда возникает, когда там обращаешься в маркетинговую компанию, да, хочешь там продвижения чего-то, возникает вопрос, кто этот клиент? Я не разграничиваю, я не ставлю рамки, я не говорю там с такого-то по такой возраст. Придет пятилетняя принцессочка ко мне, ну, сошью я ей тоже, в чем проблема? Но в основном, это вот средний возраст, но опять-таки, я говорю, не ставлю никаких границ. Все, вот возраст, все эти рамки возраста, они более социальные. Каждый человек, как себя чувствует, так он и будет одеваться. То есть это может быть костюм, один и тот же, вот возьмем, шелковый костюм, его может стилизовать под себя 16-летняя девушка, 35-летняя и 70-летняя, пусть даже будет 80-90-летняя, можно стилизовать под любой возраст. Самое главное, как себя человек ощущает? Интересы, сферы деятельности, работа на это не влияют? Каким-то образом, конечно, все это влияет, да, не пойдешь на работу, связанную с спортом, со спортом, да, не знаю, может быть, на каблуках и в таком элегантном костюме. Немного, конечно, влияет, но везде можно найти выход. Какой-нибудь хиппи, наверное, тоже не оденет, да, такой костюм? Конечно, да, да. Здесь больше у нас проскальзывает как-то элегантность, то есть в базе лежит, то есть это женственность. Как ты вообще занимаешься привлечением своих клиентов? За счет чего? Где находишь ты своих клиентов? У вас есть сайт, я его изучила, и у меня тоже будут по нему вопросы. Еще как? Это сайт, это личный бренд. Я сейчас стараюсь привести клиентов через себя. Раньше я не любила не выходить на камеры, не фотографироваться, не выкладывать, да, особо вот эту вот личную часть жизни. Но я понимаю, что людям сейчас интересно, вот кто стоит за вот этим костюмом, если образно говорить, да, вот кто такая Фатьма Амарова? То есть интересно. Соответственно, я понимаю, что нужно уже раскрывать себя, да, делиться информацией о себе, где я живу, чем я занимаюсь, да, в какие часы дня я работаю в отелье, что я делаю там после обеда или что я поела даже в обед. Бывает иногда и такое, то есть вот настроение такое, вот захотелось поделиться. Хотя со стороны я думаю, о, глупость, да, там фотографировать еду. Но сейчас для меня еда, это вот во дворе я себе обустроила все зелень там у меня, овощи, огурцы, томаты растут. То есть мне хочется этим делиться, помимо того, что я там шью какое-то платье. То есть один день с утра это может быть там несколько историй про платье. И после обеда, я вот вернее, либо пошла на обед, это может быть салат. Я знаю, я слежу за твоей петрушкой, за твоими помидорками в саду, так что все. Мы ждем помидорки, так что приглашу. Все же фиксировано, обязательно, спасибо. Да, я считаю, что создание личного бренда это очень важно, как ты правильно сказала. И сейчас ты делаешь акцент на своем инстаграм, да? Да, 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 да. Это вот буквально недавно я начала, начала больше вот там появляться, как я уже указала, да, больше как-то в историях. Мне не совсем привычно это делать, но надо привыкать. Ну даже само то, что сейчас здесь ты находишься на интервью, это уже один маленький, может быть, шажок на пути к твоему успеху. Для меня большой достаточно, но я очень благодарна вам, да, за интервью и за организацию всего этого мероприятия. В каком направлении ты планируешь развиваться дальше? Может быть, у тебя есть в планах открытие своего бутика в Барселоне или где-нибудь в Лароковилоч, почему нет? Я не очень люблю говорить о будущих планах. Я тот человек, который предпочитает сначала сделать, а потом уже рассказать. Всегда так делала. То есть, не знаю, моя недоверчивость может быть с какой-то стороны, либо, может, даже и неуверенность, что пока ты не сделаешь, лучше не говорить. Поэтому я предпочитаю умолчать. У меня есть свои, там, да, планы, идеи, мечты в какой-то степени, потому что, да, мы говорим о бутике, там, Барселоне, да, это Барселона, это я из Дагестана, мне еще нужно привыкнуть к той мысли, что я как дизайнер в Европе могу еще и помимо онлайн-стора открыть еще оффлайн-стор. Мне это еще пока нужно ассимилировать и принять. Поживем, увидим. Что бы ты посоветовала начинающим дизайнерам и предпринимателям в мире модной индустрии? Я не советчик, не люблю. Каждый живет свою жизнь, проживает свой опыт и единственный совет это, наверное, слушать вот себя, свои какие-то чувства, пропускать через себя тот продукт, который делаешь. Про остальное я ничего не буду говорить. Ты шапоголик? Нет. То есть, скупать все подряд, это не твоя история? Это мой муж. Да? Я тебе серьезно говорю, у него шкаф больше, чем мой. Мы ходим и покупаем большую часть ему. Я предпочитаю там то, что мне будет нужно, чем я буду пользоваться. Та же самая сумка, как я и говорю про пиджак, жакет. Я могу пользоваться пять лет, никаких проблем. То есть, да, она вышла из моды, не вышла из моды. Поэтому я беру такую вещь, которая не выйдет из моды. Ну, в моем понимании, как минимум. Поэтому я не шапоголик. Говоря о синдроме швеи. Да, синдром швеи, он присутствует у каждой швеи. Хожу по магазинам с вопроса, да, шапоголик ли я. Нет. Хожу, смотрю, я могу лучше. У меня лежат стопки ткани, которые я могу лучше и не шью. На себя времени не хватает. Хотя вот платьюшко, в принципе, на скорую руку. Как всегда, для себя это либо на скорую рубку, либо вот, как говорят, сапожник без сапог. Ну, ты идешь по магазину, та же самая Зара. У Зары, кстати, сейчас очень прикольные модели, очень прикольный дизайн. Согласна. Ты такая, дай-ка я тоже сошью. Ты же можешь, в принципе, взять эту идею, может быть, как-то чуть-чуть изменить, адаптировать под себя и выпустить? Могу, но практически не делаю, потому что я вижу ткань, у меня появляется что-то другое. Я не скажу, что я делаю что-то отличное со всем, что ни у кого, нигде нет. В мире нет ничего, которого, что-то, что, то, что можно придумать заново. То есть, вот велосипед, он уже придуман, да? Только бери меня и ты его компонуешь в своем видении. Ты вкладываешь в это свою душу, свои идеи, свои мысли, энергию, время. Соответственно, выходит именно твой продукт. Он отличный в любом случае от другого, от той же самой Зары или Луи Виттон. В любом случае он будет отличный. Но, посмотрит человек со стороны, скажет, а, он похожий, потому что нет ничего, что можно заново создать. Ну, как говорится, укради идею и адаптируй ее под себя. Да. Все. Возвращаясь к твоему сайту, я хотела уточнить вот такой вопрос. Да. Изучая вчера твои коллекции, я нашла следующие названия для платьев. Например, Мадре Перла, Авентурина, Ромулеа, Лирио де Мар. Кто придумывает названия? Откуда вообще? Придумываю их я. Названия, если ты заметила, да, они относятся к определенному семейству. Мадре Перла, Авентурина, это все камни. То есть, драгоценные камни. Есть коллекция, где это цветы, флора. Я, к примеру, вот коллекцию Ибицы, я называла именно цветы с Ибицы. Я искала, делала ресерч, смотрела, что похоже, то есть, какие характеристики имеет, соответственно, выходит название платья. На зимнюю коллекцию у меня были имена девушек. То есть, не знаю, почему-то мне захотелось именно девушек. А над какой коллекцией ты сейчас работаешь и когда планируется ее запуск? На данный момент работаем над коллекцией 25-го года весна-лето. То есть, это делается заранее, за год вперед практически, да? Какие-то и зарисовки, идеи, поиск ткани, те же самые вдохновления, как ты говорила, да? Дуновение ветра. Это может быть как дуновение ветра, так же и включение машинки и приветствие, да? То есть, что угодно. То есть, просыпаешься в среде ночи, надо быстро куда-то это все зарисовать, иначе просыпаешься утром и забываешь. Такое тоже бывает. Поэтому у меня в заветках в телефоне какие-то кривые рисунки. Главное, чтобы я понимала, о чем речь. Вот и все. Получается, коллекция, которая сейчас висит в первом зале, в которую мы видели костюмы тройки, это осень-зима вот этого года, 24-го. Да, верно. 23-24 переходящие. Верно. На лето мы не делали большую коллекцию. Это, можно сказать, небольшой дроп. Скоро будет тоже в наличии. Будет и анонс, в принципе, этих моделей. И запустим где-то вот в 20-х числах июня, я думаю. Говоря о ценовой политике твоих вещей, так скажем, это не дешевый сегмент. Это связано с тем, что ты используешь натуральные ткани в производстве своих вещей? Это несколько компонентов. Почему вот цена, да, я все-таки предпочитаю объяснить, из чего она составляется, эта цена. Это не так просто с потолка или когда мемчик ходит, там, мне приснилась эта цена. Нет, это не так. Это как минимум ткани, это рабочие часы, скажу рабочие часы, потому что не нужно оплачивать сотрудников, которые шьют. Это не цех, в котором каждый шаг делает машинка, да, или там конвейер из 15 швей, которые сидят, я пришью там рукав, ты пришьешь пуговицу, идет бездумно, все. Нет, здесь одно изделие шьет одна там швия, да, или же мы между двумя, между тремя какие-то моменты обсуждаем, как все это сделать, соответственно, получается, одно изделие занимает несколько, несколько это мало, это даже получается день занимает, чтобы собрать один жакет. у меня какие-то есть там видеоролики, процесс сборки, я где-то сама на камеру собирала, там, подшить плечики, там, мелочи какие-то, которые, по сути, ты смотришь на жакет, два кармашка, ничего, да, скажем, то шва, и ничего там нет, есть, там очень много внутренней работы, и эта работа делается вручную, в цехах это делается все на машинках, пояса вручную не пришивают, мы здесь вручную сидим, стежки делаем, чтобы было аккуратно, чтобы было чисто все, из этого всего исходит цена, это маркетинг, это пакеты, я вам покажу, просто посмотри, потрогай упаковку, пакет, бумагу, да, в каком они качестве, это мы пришли вот на производство упаковки, супруг Марсель спрашивает, какое лучшее, это его любимое, что у вас лучшее, потом мы дальше посмотрим, да, и мы выбрали лучшее, это бумага, которая, уголки не теряют цвет, то есть они не белеют, эта бумага полностью пропитана краской, а не покрашена, то есть, как нам объяснили, да, вот уголки пакета, они могут затереться, побелеть, в этом случае они не побелеют, и откуда берется эта цена жакета, соответственно, из всех этих компонентов и берется эта цена, помимо этого есть еще много других составляющих, которых я сейчас не буду просто рассказывать, смысла особо нет, покажу я вам упаковку, да, здесь, первым образом она заворачивается, вот, бумагу, давай так здесь вожу, да, ставлю, шелковая бумага называется, да, если условно переводить, по Пельдеше, да, здесь логотип у меня, делали, на испанском называется тройка печати, специальные, да, делают под бренд, и потом уже их используют, дальше, вот, достану вот такой вот пакет, смотрите, бумага настолько плотна, что мне даже бывает сложно открыть этот пакет, то есть качество это высшее, я просто не побоюсь этого слова сказать высшее, да, на той фабрике, которую производят эти пакеты, лучший материал, который у них вот был, да, смотри, пакет тяжелый, его сложно открыть, да, он сложен, опять-таки делают, они отдельно логотип, чтобы отпечатывать потом, в будущем, да, когда ты дальше заказы делаешь, внутри они вот указали нам сайт, ручки, все, это не наш, на завязке, а на железках, чтобы оно не порвалось, то есть этот пакет, я не знаю, не тот вариант, который ты пришел домой и выпросил, ну да, выкидывайте, хотя я, к примеру, не люблю, там, брендовые пакеты какие-то держать, я прихожу с покупкой, распаковываю, и, соответственно, я ее выбрасываю, то есть, что я буду делать с этим пакетом, и порой самой мне бывает жалко, я думаю, что же с этим пакетом буду делать, я надеюсь, его не выбросят, ну, настолько у меня нравится, я шью, он приходит, спит, просыпается, приходит и наматывает круги, чтобы я его здесь погладила, но мне приходится потом каждый раз вставать эти руки, мыть, да, не могу от заказа, вот, шерсть вставляет, сейчас у них лень, как, к сожалению, приходится постоянно, то я руки мою, то у меня роллер везде, мои жители здесь, кошечка, в общем, хорошая компания, сейчас я тебе предлагаю пройти небольшой блиц-опрос, нужно отвечать быстро и не задумываясь, постараюсь, что важнее, мода или комфорт, комфорт, самый важный элемент в дизайне одежды, энергетика, модный тренд, который тебе не нравится, не знаю, любимый модный дом или дизайнер? Александр Маккуин. Твоя последняя покупка? Давно не покупала. Одежда, которую ты никогда не наденешь? Шорты, трусы. Какую самую странную вещь тебе приходилось шить? Корсет наружный. Фатьма, спасибо огромное тебе за интервью, я желаю тебе дальнейших успехов, развития, достигай своих целей и самое главное, наверное, чего хочу пожелать я, крутых, модных показов и признательности общественности. Анита, большая, огромная благодарность за то, что ты мне предложила интервью это, за то, что согласились приехать, посмотреть и поделиться с людьми моим творчеством. Огромная благодарность твоей команде. Ребята, подписывайтесь на мой канал, ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки, а еще не забывайте давить женщину подарки. Снимай, как я лоб у меня облазит. Так, что, все, погнали, да, ребятушки? Погнали. Позитивный вайп, да? Кот, да? Правда? Правда у нас и одежда такая хорошая, как ты, Костичка моя? Пойдем сюда. Иди, иди сюда. Иди ко мне, моя краска. Ты моя доночка. Моя дудоночка. Он визит, ну ты капец, как он. Что? Тебя на ручки взяли? Я на тебя так же смотрю, как ты на меня. Он так на меня посмотрел, это что за... На ручки взяли. Слишком много внимания команды. Туда не ходи, туда нет, туда нет. Взялся. Тебя на ручки взяли на ручки. Тебе тоже. Тебя. Тебе. 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 Продолжение следует...